Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают о чем будет лауреат вот той самой большой премии, которая вручается 12 июня в Кремле, и в последние годы ее получают только самые выдающиеся ученые нашей страны. Наибольшую известность получили работы Юрия Васильевича по акустическим волнам, в частности, его принадлежит открытие поверхностных акустических волн, которое было сделано в 1968 году, и которое нашло очень широкое применение на практике, как в целях создания приборов специального назначения, так и в широком использовании, в частности, системных внутренних связей в мобильных телефонах. Ну, я думаю, Юрий Васильевич об этом сам сегодня нам расскажет, и я считаю, что большая честь для нас, при этом, что Юрий Васильевич дал согласие быть почетным профессором. И вот сегодня, собственно говоря, он, как почетный профессор, нам посчитает... Спасибо. 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 Вообще-то я голосовал. Все-таки давай так. Ну, вот тут, как упомянул, что я теперь могу руководить институт, У одного товарища был кот. Этот кот, так сказать, каждый март уходил, и через месяц приходил весь облесный, неизвестно, чем занимаются мартовские коты. Ну, хозяину это надоело, и он решил его косырить. Он его косыривал. Ну и что? Первый год, год и туда. А второй год, опять-таки, уходит в марте и такой же облесный год. Его хозяин-то и спрашивает. Что теперь-то делать? Ходишь. Зачем? А я говорю, теперь научный руководитель, я консультирую. Ну ладно. Во всяком случае, я могу сказать, что, естественно, ботокустоэлектроникой я занимался очень долгое время, можно сказать, саурой возникновения этого направления. Вот. И, так сказать, сегодня это довольно большая отработка в рабочем саде. То есть выпуск акустеретонных изделий, которые используют электроники, акустические уголки, высокочувствованные. Это в районе десятков, сотен, многогерц и даже несколько гиганерц. Вот. Сегодня выпуск в мире. То есть вот этой акустеретонной продукции, то есть элементов, значит, схем, использующих вот акустеретонные фильтры, свыше 20 миллиардов долларов. Ну, скажем, в каждом сотовом телефоне. Это, скажем, под семи. А, скажем, в айфонах. Там и до 20 фильтров. И, так сказать, в каждом автомобильном приеме, где-то, в кучу, где-то дорожку не ходить. Вот. Вот. В каждом телевизоре и так далее. Вот так, что около 20 миллиардов штук, ну, в среднем, в одной изделии, порядка, одного доллара. Так, вот. Это, то есть, это уже подвис мемочница. Хотя она, вот, продолжает развиваться и, как наука, как, сказать, часть физики, биографии. Ну, вот. Вот я лично, так сказать, вот продолжаю заниматься этим делом. Ну, уже сейчас, конечно, в гораздо меньшей степени. Вот. Потому что последнее, чуть-чуть, вот, лет 20. Вот, я занимаюсь, так сказать, совершенно другими вещами. Ну, скажем, эмиссии электронных из углеводных нанотрубок. Вот. Мы, значит, где-то в 93-м году еще впервые получили вот эту вот эмиссию довольно большую. Вот. Ну, вы знаете, что вакуумная микроэлектронная, как развивалась на остриях, там, в электронах и так далее. Ну, это холодная эмиссия. Вот. А вот оказалось, что из углеводных нанотрубок эта эмиссия может быть очень большая. И, конечно, тут запросы стабильницы. Вот любое острие, оно утопится от того, что там из-за большого поля, на конце, атом улетает. А углеводная нанотрубка, даже если атом и улетает, она остается на уже диагнозе. Поэтому, собственно говоря, вот, вот, живущие катоды. Вот, сегодня вот это направление тоже очень сильно развивается. И даже промышленники. Вот, уже Самсунг представил первый телевизор с экрана. Углеводный нанотрубка. Вот. Ну, и, вот, медицинские электроны. Это, вот, моя любовь, так сказать, последние, значит, 20 лет, вот, использованы, значит, вот радиоэлектронных методов в медицине. Сейчас это для ранней диагностики. Тут уже есть определенные успехи. Вот, скажем, наш маму, основанный на электрическом импедансе, в принципе, то есть мы измеряем электрический импеданс, тот момент на распределение импеданса внутри женской груди. И оказывается, все дефекты, там, сапатири, баститы, пирога, малодома, карсидома, все это прекрасно видно. Вот, ничуть не хуже, а может даже лучше, чем на электричестве. Отвечая положительная в том, что лентин вредит. Женщин может его проходить, ну, раз в году, ну, два. А наш прибор, кстати, им можно пользоваться хоть 10 раз летом. Он абсолютно бесплатный. Сейчас уже около тысячи клиентов оборотованы нашими маму, например. Я думаю, что за ними будет лучше, чем просто. Вот, тем более, чтобы сейчас вот поскольку, проект поскольку, сделали уже индивидуальный маму, для использования пульта. Вот, вот, женщина встала и может сама исследовать свои люди, идти или на работу, или идти в консультацию, если что-то, что-то не так. Вот. Ну, так что, представьте, у меня с собой. У меня есть вторая версия. Вот для этого дела по медицинской электронике. Если вам будет интересно, я могу после окружающей звонить еще рассказать и трое. С очень хорошей слайдой. Ну, ладно. Ну, вот вы договорились. Вот об окружении электроники. Значит, ну, так. Как здесь будет, ну, опять слайдой. Чем? Вот, я не знаю. Ну, так вот, акустические волны высокой частоты. Ну, в терминском случае, 27 кГц. То есть, в терминском случае. Уже давно используется в различных областях, но в тех порах, но в тех порах. Ну, мы слышим, что-то сказать, в лучших случаях, когда еще молодые, до 50 кГц, примерно. А уже, вот, в моем возрасте, где-то 80 кГц, значит, это сейчас уже где-то, наверное, 12 кГц. Вот, уже максимум. Ну, понижается. Вот, если слуха. Вот. Ну, в акустской электронике они используются не для электроцвета, это электроцвета, а для электроцвета. Значит, вот, для используемой электроники, что главное? Ну, два важных свойства, акустических волны, что у них малая скорость распространения, по сравнению со скоростью электромагнитных волны, в 100 тысяч раз меньше скорости свет. Вот. Ну, это значит, устройства для обработки, в принципе, могут быть в 100 тысяч раз меньше, чем электромагнитный волны. Ну, а также простота и высокая эффективность возбуждения, безоэлектричных материалов. Вот. Известны, как уже в долгие десятки лет, линии задержки. Вот. Используется, так сказать, то есть электромагнитная волна с помощью безоэнергозователя преобразуется в акустическую волну, сигнал, ну, и задержки. Используется, потому что, ну, на время посредения этого сигнала поприсал. Вот. И так, от скорости в 100 тысяч раз меньше, вот, поэтому здесь можно делать большие задержки. Вот, и это очень лучше. Вот. Ну, это, это во-первых. Вот. А второй дисклейбург, который давно не используется, это квальсовый резонаток для стабилизации. Значит, вот, получается, устройство с высокой добротностью для участковкой селекции, вот, и, так сказать, применение, вот, по этой электронной системе, системы по проводке информации. Вот. Значит, вот многие ученые внесли вклад в эту область. Вот есть книги, очень хорошие, много иностранных книг, вот, Гэлли, Мэйсона, Полда, вот, Сберта Полда, вот, я уже был хорошо знаком. Вот. Вот он в оскоплене живет. Му сейчас уже под сто лет. Вот он живет в Хельбольне. Вот. Ну, да, наш автор тоже вот такие книжки писали. Вот, значит, Виктор, который писал тоже, Мы с Плецким и Леонидом написали, я написал такой здоровый дима, где идут физические школы, но и, так сказать, для расчёта приборов, и, в общем, вся вот эта арбуза электронный резон. Вот такая же книжка, можно её увидеть. Вот, вот тут у меня фамилия, вот так, в хозяйстве авторов, которые внесли пунктипентальный вклад на счёт этого плана. Ну, значит, вот одно из направлений здесь, это взаимодействие акустических волн с электронными проводителями. Ну, скажем, в пезоэлектриках, это когда идёт акустическая волна, она производит деформацию. Если идём по деформации, возникают прежние виски поля, которые ясно, вот если это пезоэлектрики, взаимодействие, вот всё, фактически волнится. Вот если это не прежние веки, там тоже, там при деформации, так сказать, есть такое понятие потенциала деформации. То есть тоже возникают, так сказать, потенциальные поля, которые нам воздействуют на электроны. Так что, вот это вот такое важное напоминание. Ну, вот скажем, электронное поглощение виски с электронами. То есть волна затухает, благодарю за нам действие с электронами. И одновременно она, и меняется её скорость. Зачем, так сказать, вот акустическая волна, это если акустическая волна, взаимодействие с электронами пистолетов, затухает, то она отдаёт электронному газу свою энергию и импульс. Это вызывает появление электрического тока. То есть, увеличение электронов звуковой волной, против того, что вот стиральная доска, если это на ней шарики, вы доску двигаетесь, это решается, тоже будет двигаться. Вот это, так сказать, акуст электрический, который тоже был открыт вот в 1953 году немецким фундоментаром, и вот Домерным бипотвордей. Возьмой. Вот, значит, вот, было, значит, вот, в конце 50-х было открыто, очень интересное явление, усиление звука электронных потоков. Вот, если есть поглощение, то почему мы не будем открыть? То есть, обратим, то есть, отдача энергии под электронным потоковым выводом. Вот оно было обнаружено. То есть, теоретически было предсказано Сантелпыга-Ивринским Кирилл и война так, в 1956 году. А экспериментальное обнаружение этого эффекта было в знаменитой работе Хадсона Макриджуайта, это был 1961 год, это был телефон американский. Ну, а дальше уже вот сюда кинулось очень большое количество исследователей и теоретиков, и экспериментаторов. И вот в 1962 году была сделана такая детальная теория, где приняли, и, ну, вот, первым был Лайт, вот один из, так сказать, авторов, кто награждали это усиление. Вот, ну, и, вот, дальше вот еще на Кирсове Штейн и Пуставович Лысавович Пуставович Пуставович, здравствуйте, академик Пуставович Пуставович, вот, Владимир Владимирович Питера, тоже, так сказать, здравствуйте, ну, японцы, там, Микошива, Казай, без слову, вот эти люди, так сказать, все здравствуйте, вот они внесли на небольшой вклад, так сказать, в Феорию. Ну, вот я тоже этим занимался, так сказать. Ну, я просто покажу популярно, в чем состоит механизм поглощения и усиления. Ну, тут есть несколько два режима. Один режим — это когда длина волны звука гораздо больше, чем длина волны на прямой электрон. Тогда электронный газ может рассматриваться просто как газ, ну, как некая сплошная света. Вот. И тогда что происходит? Вот. Вот. Так, 60. Вот здесь надо показывать, вот здесь самое. Вот, видите, здесь вот. воздуховая волна создаёт такой потенциальный регион. воздуховая волна создаёт такой потенциальный Тоже бы делать независимо. Ну, не верю, не верю. Ну, всё равно слабо. Ну, ладно. Всё-таки немножко лучше, чем газа. Ну, вот, видите, вот этот потенциальный рельеф создает. Это вот на одной минералке. Значит, из этого рельефа электронного начинают скатываться. Вот на одной, это потенциальный рельеф. Вот, вот, мин. Но от того, что волна движется, они скатываются, но немножко вот этот сгустый электрон, на котором он образуется, он подстаёт. То есть оказывается на заднем слое. Это и я. Таким образом, звуковая волна вытаскивает её вперёд. Значит, работа, которая совершается, ну, это умножение, там, пути на силу, направленного в одну и другую сторону, значит, работа положительная. Вот. Поэтому вот волна тут затылкает. А если создать движение электродного газа, ну, топ электрически сильный, так что скорость дрейфа электрон в целом будет превышать скорость дрейфа, то назад эти сгустки уже будут образовываться на коленой стенке. Ну, и, соответственно, сила действует назад, а движение вперёд, работа отрицательна. Вот это, собственно, наоборот, соотношение, то есть длина такой волны много меньше, чем длина особого, там, электронного, да, то так, так просто, вот, возникает, вот, внешне подобный эффект у Черенкова. Как известно, если частица движется, там, среди со скоростью, превышающей скорость света, то она начинает излучать свет, и вот это есть знаменитые в Черенковское излучение. Ну, а здесь вот аналог, вот такая вот, каждая частица, каждый электрон двигается со скоростью, такой большой, то есть, будет тоже излучать, значит, ну, уже тоже очень высокочастотные волны, то есть, фономы. Так, вот, вот, вот такой вот приходит. То есть, фактически, вот этот механизм совпадает с механизмом лампы бегущей волны. Вот многие, ну, вот, многие из вас знают, что такое лампы бегущей волны, вот некой спирали, где замедляется электромагнитная волна, тоже такие же потенциальные явы, и электроны, ключевые цепсгурские, и, и все то же самое. То есть, фактически здесь, вот, был предложен, так сказать, была предложена лампа бегущей волны на твердом теле. Ну, это явление, так сказать, очень приводится интересным. Тоже. Ну, и очень многие люди просили здесь, приводится, его исследовать, сразу. Вот, в 62-м году, огромное количество работ было. Такой взрыв, вот, погрустный труд, потому, что все категорицы, ну, была, бегущей волны на твердом теле. Вот, тем более, что здесь нет, никаких особых ограничений, нечисток, есть, миниатюрность, вот, учитывая то, суковые волны, были. все были в эйфории, но, больше всего, это эйфория пропала. Почему? Потому, что, в педоэлектричных полупорудниках подвижность электронная очень много. Ну, спустя, тоже, сульфинка армия, подвижность 200. Вот, в то время, как, скажем, вот, там, вот, там, фензин, или, там, антимонид, или, там, миллион. Вот, во всех силах, я живу, это, оно мало. Поэтому, для того, чтобы создать сверхзвуковой поток электрона, надо приложить очень высокое напряжение. Там, сотки километров. Вот, и кристалл просто через, там, там, секунд, ну, не секунд, минут, сгорает. Вот и все. Ну, и тут, так сказать, у нас, по слову, там, совершенно независима и отновременно, вот, возникла, значит, идея. А почему бы, не пойти дальше, по аналогии, к самому ведущему? То есть, сделать, слоев свою структуру. Значит, так сказать, это пьеза, как раз вот эта точка, да? Вот, значит, вот пьеза ленты, в которой, вот идет звуковая вода, поверхность, в данном случае. вот она создает, тоже, электрические поля, те же, потенциальные ямы, эти поля проникают в полководник, производят, тоже, вот ту же бульчаровую электронную спуску, и получается все то же самое. Вот, мы показали, что в этом случае, получается так же эффективное усиление у сельского роста. но только в данном случае, можно взять, полководник с высокой подвижностью, там, типа, один один, да, там, миллион, и в эту таблетку получить. Ну, сверхзвуковую каточку. И очень сильный пьезо-гертик, типа, скажем, вот не обладаете, вот это, вот наша, так сказать, первая работа, 50-х годов года, была, так сказать, первой, вот, и мы, вот вы получили такую систему, для создания, типа, физического опроса, в будущем. Ну, вот пока, вот, я говорю, что здесь пришлось ввести, то есть, понятие поверхности опроса, потому что, это объемная, то, через поверхность, а вот, а вот поверхность, вот, какие известные типы поверхностей опроса опроса, ну, есть в техниках, вот, не те, о которых, я уже говорил, вот, в начале статей, вот, и более, такой, вот, продвинутый премьер, это, вот, вот, акустические, поля, живорные тела, вот, там описаны все типы, ну, многие типы, вот, как объемы, вот, вот, так и поверхность. это, вот, 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 есть, например, вот такая глава, которая, а то есть, поверился волнам, вот видите, вот, вот, на свободное проезд, твердое тело, известны, только, двадцать, вот, волны Риллея, которые, вот, вот, в 1880 году, вот, и волны, вот, которые, вот, вот, брюштейн, американская физика, вот, вот, их открыли, в 1968 году. Кстати, вот, вот, Джеффри Брюштейн, потом, пошел в бизнес, и, долгие годы, был генеральным директором, фирмы мотоциклов, «Короление весов». Знаете, да? Вот, в Америку, вот, 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 incorporат вот, 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 известность, дляих guarded . которое также поarse соединяется во все стороны, по поверхности шара, а площадь шара 4πr квадрат. Значит, интенсивность холмы должна затухать как единица на квадрат расстояние до взрыва или толчка. А экспериментально она затухает как единица на р. Вот такая была проблема, в общем-то, в свете непонятная. И тут Вилейтинск высказал первую гениальную идею, что эта волна распространяется не в виде объема, а в виде поверхности. И тогда ее интенсивность распределяется по окружности, а окружность по окружности получается как и есть в эксперименте единица на ряду. Но с другой стороны, вот поверхности волны, как? Вот, допустим, есть вот поверхность на волна. Вот она бежит справа, и механическое смещение в ней, допустим, вот такой вот, полет назад. То есть сжатие и растяжение. Что получается? При сжатии, как мы знаем, поверхность выкручивается. То есть сжатие и растяжение уменьшается. Ну, любой стерк, возьмите его, когда вы его снимаете, он выкручивается. А когда растеркиваете, он, наоборот, решается. Вот. Это закон Пуассона. И вот по закону Пуассона известно из механики первого тела, насколько она выкручивается. А когда она выкручивается поверхность, значит, тут что? По закону уже Гуга. Вот когда есть деформация, вот это направление для предпринимательной поверхности, значит, обязательно вот налог, что? И напряжение. По закону Гуга напряжение пропорциональной рекоменции. Поэтому вот возникает побереченное напряжение, например. А поверхность не свободная, либо воздух, мы считаем, как вакуум, не имеет, может, секундный уход. Поэтому не получается. Раз поверхность не свободная, то там нормальное напряжение должно вытонуть нулю. А оно, если волна имеет вот такую компонентную смещение, оно будет обязательно иметь вес. Полное, которое происходит, не получается. Так же, вот если у нее смещение в волны, скажем так, как предпринимательное, вот так само. То есть, при одном смещении, когда возникает напряжение предпринимательной поверхности, которые не должны быть, значит, это невозможно. И тут Вилей высказал вторую гениальную идею, что в этой волне два смещения. Одно смещение вот в толь волны, а другое поперед, в квадратную поверхность. Два смещения. И эти два смещения, их фазы и амплитуды так скомбинированы, что на поверхности они точно уничтожают волну. И получается волну. То есть все удерживается. И он вот вылил вот так называемое уравнение релея, довольно сложное уравнение, которое решается. Вот. И получается, уж такая волна не существует. Это единственное решение, уникальная такая волна. Вот она не называется волной релея. она проникает в лун кристалла на расстояние порядка длины. То есть, скажем, если это там один мегагерц, ну, гигагерц, как возьмем, то, значит, где-то это на, там, примерно, один мегагерц. Ну, вот так. Это, вот, волную релея. Ну, вот, когда, значит, я, вот, начал писать докторскую диссертацию, в 66-ом году, в общем, было, довольно давно, вот, то я написал полную систему и у меня в двух, так сказать, системы уравнения разделились. То есть, одна система получилась, вот, которая дала вот релеевскую волну, а вторая, в пьезоэлектрике, дала вот такую волну, так сказать, это чисто сдвиговое. Здесь смещение вот такое чисто сдвиговое. И не только одно смещение, чисто сдвиговое волну. Как здесь быть, все служили на свободной полете? Очень просто. Значит, при деформации длибовое возникают, как дезаполяция. Эти дезаполяция, в свою очередь, сами воздействуют на мешотку и вызывают, естественно, деформацию. Таким образом, деформация... А, прохожу. Вот деформация от механического смещения и от пьезополей уничтожает друг друга. И такая волна вполне тоже может существовать. Ну, она, конечно, существует только если я считаю. То есть ее глубина проникновения, вот, D, это вот длина волны, деленная на так называемый коэффициент электромеханический связь, который пропонсален квадратом к дезам. Если бьезумодность вывести к нулю, то бьезумодность вывести к бесконечности, и эта волна превращается. То есть нет бьезоэлектрик, или нет. А, бьезоэлектрик. А, бьезоэлектрик, да? Но так как для этих всех устройств уже, вот к этому времени, уже фильтры все делают, да, естественно, но бьезоэлектрик, да? С использованием электриколок, то тут, как говорится, понимается, где длина. Эти волны тоже есть. Ясно. В четких, так сказать, недостатчик, какие-то мимущества по сравнению с длина. Ну, электрики, вот, проникают на ту длину волны. А эти, на несколько длину, абсолютно великатные и добрые. Вот есть сильные бьезоэлектрики, вот такие, как, так сказать, вот тандалат-трития, или йодат-трития даже, где, вот, этот коэффициент, это на порядке длина. То есть, проникают на ней такой же, как и длина. Вот. Ну, поэтому, вот, вот здесь, что лучшее? Повречный волк, имеется поперечная составляющая. Поэтому, как бы воздух не был развяжённым, всё равно эти завязки, эти воздухы тут, вот, где будут подпрощения есть. Ну, можно, конечно, вакуумировать, но это уже сложно. А вот, на этой полночи статировали, нет вообще, вот, управляющих освещений. Поэтому, и, так сказать, не так надо. Ну, вот сегодня, в основном, там, 80% всех фильтров выпускаются. Вот, довольно определяет. Но, вот, вот, сейчас уже, вот, начинает, вот, переход, начинается к следующему поколению. Вот, и, и, и там, вот, вот, можно использовать для этого чистого двигателя. Я их назвал, как бы, электрозвуковые волны, как следствие. Вот, ну, вот, задавайте волны. Ну, БПО. И еще одно. Все-таки надо, чтобы поверхность была очень ладой. Поэтому она обработывается. И при обработке поверхности, ну, скажем, там, до вдоль, там, какой-нибудь, до десятой эльфроны, до двух, ну, еще без эффект не портится. А уж, если мы переходим в двигатель, то там, там уже сложно. Вот, вот, сегодня все сотрудники не будут работать до десятой эльфроны, до двух егодиц. А новое поколение, это будет пять егодиц. Ну, был. А все же уменьшается. Уменьшается, да. И там, вот, уже волны велея просто не пойдут, из-за того, что невозможно так хорошо аквалировать валюту. Вот. А, вот. Василий волны. Вот. И вот мой ученик, Витам Дески, который работает в Швейцаре, у него фирма, он, как раз, разрабатывал всякие фирмы, вот они сейчас уже первую партию фирмы выпускают, вот эти. Так что, за этими волны в будущем. Ну, конечно, вот надо сказать, что есть еще и другие типы волны, но уже не на свободной поверхности. Это вот то, что я говорил, на гладкой свободной поверхности. Спасибо. Вот. А если на поверхности, вот, наложить пленку, пленку материала, в которой скорость звука этой поводки сдвигалась, меньше, чем в подушке. Вы знаете, так легко в России представили, что волна будет на поверхности замедляться, пленку материала будет поворачиваться в поверхности, и она будет поверхностью тоже. Вот эти волны открыл ВЛЯВ. В Англии в 1911 году, вот. Ну, никто же не имеет место, но это уже сложная структура, так сказать, и поэтому они практически в промышленности не используют. Вот еще планет про тепло был открыт, вот разберто полдом с сотрудниками, и, вот, видите, блеск, у меня это немного. В 76-м году. Это если на поверхности писалось сделать вот такую гременку. Ну, вы знаете, из электродинамики, это место, книга там, Семерфель и прочее, что если есть металлическая гременка вот такая, то вдоль нее может идти медленная электромагнитная гременка. Вот, ну, замедление. Ну, как в спирали или гременке, и все такое. Вот. Вот здесь тоже самое главное. Вот если сделать на поверхности кристалла геоэлектрическую 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 геоэлектрическую, ну, где нет, вот. Как раз в небес, в любом углу. Вот, в общем, не обязательно песка. То тут тоже, так сказать, звуковая волна будет как-то бежать, вот так вот. И тоже получается медленная нога, вот. Но эти волны сейчас тоже, вот они, как в каждом времени, используются правильно. Вот, потому что если у вас есть фильтр, например, грузистические волны, то, конечно, он носит задухание без завязки, то есть какой-то, приходит задухание, и оно зависит от того, на сколько волна проникает в глубоку. То есть сколько она кристалла захватывать, чтобы не завязки себе задухнули. Так вот это донесение вот таких вот, ну, трехов на поверхность, вызывают поджимание волны порядка и уничтожение двух объемов, где имеется все задухание, и поэтому сейчас для самых добрых фильтров вот обязательно такие вот истинные. То есть используются вот такие для высоко-добровки. Ну, конечно, есть еще и другие типы волны. Можно взять там пластинки. В пластинках могут быть очень много разных вот волны. Вот волны ЛЭМБО, там, где есть небольшое кручение. Волны открыты вот молодым сотрудником нашего института, Ваней Анисинкиным. Вот, к сожалению, Ваня Анисинкин погиб. Там приумцеливаешь архитки около гостиницы «Националь». Он бежал на семинар и был побить полный субъект. Там плачьи его. Вот и разорвало все. Вот вы знаете, да? Вот. Вот мне удалось, так сказать, с огромными усилиями. С помощью позиции Пушкова, вот, и Людмилы Ивановны Чтецовой, которая была его самым. И моя тёща даже. Вот. Потому что моя тёща, у неё был ученик. Вот такой Андреар, который сегодня очень интересный художник. И вот личный художник Пушкова. И я, реально, с подачей моей тёщи, тоже просил Пушкова. Вот мы очень уверенно сделали памятник. Вот так я здесь. Вот такой магазинец «Националь». Такой огромный галитный камень. На нём пристала эта электрика. Изображение, это дело. И там имена детей. Вот молодых людей, которые потеряли. То есть поставить памятник в центре Москвы. Вот. Вот. Ну, это стоит того, как нашу Ванюшка. Вот. Он из всех. Вот. 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 Одесский прийм. Вот. Вот. У меня есть и т.к. Вот. Здесь такая балдара. Вот. Валдарский. Он из всех младшего. Его отец работает, младший институт. Вот. Вот. А волна? А. Младшего. Там что? И вот эти. Там вот и поверхностное. Но из-за сильных анистропийных кристаллов, если кристаллу, она практически продушки. Вот у неё большие скорости, малое закупание, и регионы также используются в рабочем. Ну вот, то есть тут такая очень интересная физическое диодное дело, акустические методы. Поэтому тут тоже много работает, и до сих пор на этом области сильно развивается. Что такое? Чем хорошо появится? Я возвращаюсь. Потому что она распространяется вдоль повязанности тела. Если тело-пезоэлектрики, то там поля возникают, и благодаря этим полям повязанности до акустической волны, он взаимодействует с электронами, и там соседи сидят. Или там металлические, где-то там наложенные в курсовой слева, и прочее. Вот это вот приводит к усилению волны общаться, и всё это такое. Вот. Значит, про дальнейшее развитие идеи взаимодействия поверхности пола с электронами поля, это была работа у Вальца и Утеболькова, это тоже была вот так, как позже нашёл, вот, где они предложили, вот так называемое, встречное штуриевое преобразование. То есть, вот, ее две тонкие металлические. Эти тонкие нанесённые в направлении. Вот. И так вот можно выхлаждать проявшую волну, очень эффективно. И здесь потери, вот, могут достигать длинные образования всего лишь до 20 лет. Вот. Это вот первые эксперименты по усилению противополных средств. Вот, например, вот была структура, которая была предложена, то есть, у нас, у Саоида. Вот. Первый эксперимент сделали вот японцы. Вообще Россия в 68-х годах будет. Через год мы сделали тоже. Вот. В общем, вот этот эффект, этот красивый эффект экспериментально наметает. Усиление, вот бывает, достигает, там, где-то, 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 где-то. Но! Но! Пока, по-настоящему, тут дело с российским зрением не пошло. Почему? Потому что, так, стали сильно развиваться вот транзисторы. Вот. И сегодня усиление в транзисторах лучше и больше. и поэтому, так сказать, как у зелителей, эти системы, вот как выкают там, где нужно усилить в 10 на зубах. Но нам нужно, как правило, ухудшить. Вот. Поэтому, конечно, вот это действие зелителей и интеграйная схема вот, так сказать, и это. Я думаю, что это очень красивые эффекты. И вот, и в конце концов, внимание так называемый трансферсальный фильтр его приложил камер это когда у вас есть как длинный занес что длинный ну допустим длинный камер если в этом камере сделать отводы вот как тут вот показано вот отводы и потом вот эти отводы то есть здесь вот как бы заложить некие устройства которые меняют амплитуду 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 можно иметь любую систему сделать любую вот а здесь как раз эта штука оказалась наиболее подходящей для создания ну вот эти фильтры они были представляли самой катушка камера утяжелей и вот и вот и вот и вот и вот и вот и и вот и и вот и вот и и вот и вот и и и вот и и вот вот и вот и и вот и вот и вот вот и вот и вот вот и вот и вот и вот и вот вот и вот и вот и вот вот и вот и вот и вот вот и вот и вот мы от Германии, Африи, Игонии. У нас был вот такой автор, что Виталия и Саша Макасаренко, но здесь они, да, вот на того же уровня, вот в России наши потенции. Государство не продавало наши потенции, потому что не все принадлежали все. Государство продало наши потенции, потому что основное все это, что производится, естественно, на японской фирме «Буа». Государство получило 50 миллионов долларов. Мы на крае получили единственное объявление 20 тысяч долларов. Это было 70-е годы, в 73-е годы. Причем на спектарах, какой есть спектар, когда мы были в Казахстане, а где нашли в Казахстане. И мы выдали, я напишу, что мы от 2-3, то есть, на все тысячи долларов. Думаю, по… сколько там было? 60. Так, 60 кафеек. Долго. Да, 15 тысяч долларов. Ну, в любом случае, вот это сегодня — в мире лучший фильм. Ну, уже прошло 15 лет и больше. То есть, с ним – это сознание. Поэтому уже потенты все помнят. Ну, как потянуты на четыре и большие бюзины, да, и поэтому сегодня эти книги производят все, кому выделять, и вот такой выпуск сегодня около двадцати миллиардов штук в год. Вот, вот первые книги сделали для телевизора. Значит, тот, это вот телевизор, устройство, которое выделяло там в одну станцию, а в другой, и звук изображения. Было вот такое большое устройство, восемнадцать катушек, которые настраивались в сверхмагнитной веселечке. Ну, они, во-первых, надо было настраивать время от времени, для дела голоса. Ну, а теперь, это вот фильтр, вот, разумный стоготок, семь миллиметров длиной, три миллиметра шириной и полмиллиметра уплаченной. Вот такое устройство, фильтр Power, полностью решает, как это значит. И сегодня один телевизор, конечно, этот фильтр отставит, в каждом телевизоре в мире. Ну, и только телевизоре, вот и спутниковые связи, вот, то есть, частоты, вот, фильтры, так, и бежуточной частоты. Ну, вот, ну, параметры. Вот даже дисперсионные темы. И очень важно, в этой локации, сжать сигналы. Чтобы вам, чтобы получить, так сказать, все, что расстояние его до цели, надо его сжать. Потому что до двадцати, значит, мегагерцах этот сигнал, когда он летит в пространстве. Ну, вот он имеет этот размер, там, несколько сот метров. И поэтому, как мы точно не обрели, вот, поэтому надо его сжать. Потому что несколько способов сжатия. Вот, вот, вот здесь, вот, предложен, то есть, уникальный способ сжатия. Вот, удается, вот, из-за того, что, так, использоваться с фиканцией ключи, вот, что такое сменяющиеся, все сады, да? Вот, удается, здесь, так вот, вот, из-за этой электроды, через сигнал сжимается, а приходит, обратно сжимается. Вот, и мы получаем возможность, имеющимся в том, что расстояние до цели. Вот, и инкодируем. Вот это, вот, может быть, даже самое интересное. Этого торм, вот, все сегодня вы занимались. Значит, можно закодировать, скажем, код-бакер, перекрытия электрода, вот, и, вот, нанести на какой-то предмет, вот такой кодированный фильтр, послать на него очень узкий импульс электронный, он, он, там, возбудит, вот, покусившую волну, она вот пройдет и закодируется там. И, придя, вот, вот, обратно, она скажет, что это, и где это находится. Ну, например, если вот такой фильтр, наклеить, если, в вашей подруге, поплы на одежду, то можно с помощью ЧПС точно знать, где она туда пошла. Вот, конечно, это все можно сделать и сегодня с помощью ЧПС. И, значит, в другую другу, в документный фонд у нас здесь, вот, не знаю, я здесь, как сказать, вот, где выпускают заводный фронт, такие метки, так называют ради, ради техническая экспедиция вот так, так, вот, ну, интегральный схема, конечно, довольно сложно, но, значит, регулярные схемы, все те надо видать, поэтому, да, там, там должен быть любой источник, вот, вот, да, либо, запятывать самим считывающим сигналом. Вот, в целом бедро, вот, там, мощный сигнал, он, там, прищитывает, он, одновременно, запятывает, не нажав, а, а наши методы, пассивные, ведь, не надо, вот, 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 американцы, сейчас, начинают, вот, ставить, набирают, тут, там, все такое, ну, что бы ничего не надо было записывать, вот, они работают. Конечно, наинтегральный схемах, я вот, более точную, идентификацию, все-таки, ну, там, какие-то технологии, но наши методы, вот, то есть, я не говорю, что они там, 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 сразу, ну, скажем, для проходных, там, в организации, сами думают, лучше, в кассе, ну, а, тут нет, вот, и специальные, в том числе, и для ракет, летящие туда, куда нам, вот, это, так, устройство, ну, вот, сейчас у нас, большой договор, с нашей промышленностью, и надеемся, наше безопасность, в мире. Вот, две схемы созданного телефона. в Аскарпутске, в ВИЗУ, это, телефон системы GSM, в городе, в Ультурске, вот, эфиром, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, ну, это просто такой, в Аскарпутске, в Альфоне, до 20 ночи стоит, то есть, это вот, это уже, вот, в Пусть, в Городске. Итак, в самом деле первое предложение, используя поверхностные акустические логои электроники, вот, наше ростовое прошло почти 50 лет. Это вот направление, так называемое с аккумуст certo-электроникой, Хотя на самом деле акуст-электроника — это собственная акустический фонд с электроникой. А тут это как бы без электроника. Потому что если нет свобода электроны, то просто чисто пришло акустические волны. И тут целый спект устройства пускается в белье. Это вот полцевые. Телевизор в турбинных приёмах. Вот, дискуссионные фильтры и задержки. Всякие резонансы, идеальные, очень прочные. Ну, в секторе GPS, то есть точность, как изделие, скажем, координат автомобиля, она, в общем, прямо связана с точностью резонанса. Вот так сделано. Это выпускается. Вот такие вот. И эти вот резонансы перепускались на вышли. Сейчас в почве в этой партии. Вот у нас, в частности, наши сотрудники, с первыми электронными полосами, и включая на санкетую фирменку, панон, который тогда предлагал ГИБА, который здесь нет, я чуть не играл. Ну, в общем, и, по-моему, вот всегда. Вот были разработаны вот такие, значит, супер точные резонансы. Ну, значит, теорию взял вот такой реалист, как там, что все равно Толбовские печеники пуссоводия, и моя жена, или Масилья Павловна, тоже печеницы пуссоводия. Вот, мы сделали теорию. Вот, там, как эксперимент сделали, масло, и газарский у нас. Ну, а потом, это специфическое управление. Значит, это фирма Марионграде, и еще по Камнискому райскому. Ну, и, кстати, Дед Павлович, получил обязательство. Часто. Часто вот тоже. За пуссоэлектронные предприятия получено много интересных. Ну, у нас там, по слову-то за словом, да, что это работа работает. Это наше степень. Вот. Ну, что-то, там, где и будет, в принципе, реальность. Вот. Ну, здесь Солон-дука сделано в том, вот, достижении, в области физики идти, какие-то, например, из четвертого тела. Вот. Топсенс. Девяносто процентов, то есть, вот, голосовые фильтры, стерео-предвещение, автор радио, шутбильный микрофон, CD и DVD-плееры. и вот в последнем будущем. Надо сказать, что, когда, когда, это еще, наша связь, была в плохом состоянии, когда, Советский Союз был в таком состоянии, вот, вот, вот это, ну, начало, когда у нас, на 100 жителей, было, значит, 9 телефонов. А, обеспублике, тем важно, 2, где нас, ну, уж не говоря о том, что вагон, 20 и прочее, под 100%. Попадский. И вот, я как раз, разный, что был нарушен депутатом СССР, и стал председательным прокурором, по связи с информацией. Вот, Горбачев, то есть, поставил, Горбачев, вот, поставил, перед нами задачу, значит, выпадать курмой в области информатизации Советского СССР. Вот, мы создали мощную программу. Она базировалась на четырех принципах. Первая, это, цифровизация. Вторая, волокализация. Перевод на световолокно. Третья, спутникализация. Порядское усиление спутниковой связи. Наша страна очень большая. И четвертая, это социализация. Вот, в 90-м году, была первая конференция по социуму света. Вот, я там выступил с законом, по таким названиям. Спасет ли сотовая связь Советский СССР? Уилл, Совет Юнион, и сэпид, и сэпид, и сэпид, и сэпид. Ему доказали, экономически, что от того, что у нас половина домов не каплированных, и нет там столбов и провода, то ставить столбы, провода, и телефон, и прочее, и стены налубить. Это, в общем, дороже, чем выпускать сотовые телефоны, которые тогда много-только появились, и были очень дорогими. Вот. Но мы сказали, что это все равно лучше. И действительно, весь мир пошел по этому пути, и мы тоже. И сегодня у нас, на 140 миллионов наших отделений, 200 миллионов сотовых долларов. Кажется, я не очень люблю. Вот. И так же, высотые телефоны. Значит, там, я знаю, что, как представитель комитета, господин, информатика, в конце 89-го года, объявил, там, тенд, по сравнению, там, первым, сэпид, нашим, если кто может, на создание первого сотового телефонов. то было 16, значит, участвов. Вот свои книги. Вот такие, как, Nokia, R3, значит, только одна фирма. Это, Владракировский, значит, вот заняться, вот эти бизнесы. Мы шоу! Видела! Две фирмы! Значит, вот, Галатлантик и Nokia. И, каждой такой фирмен, по условиям рендера, внести 50 миллионов долларов в создание сети связи и 50 миллионов долларов в создание завода, который будет производить аппараты. Ну и что? Министерство связи будет, так сказать, каким-то образом заключило перевод тайны с первой ноги, и многие обрадовались без трудовицей. Фирма пришла ко мне в каждую тапу. Мы участвовали в мире по договору с решением высотой. Задавайте в суд. Они говорят, кто будет судиться. Через неделю ко мне приходят. У меня сенсивие дорожные. И так все, а многие стали лидерами. Вот продали, нам тут же ничего нового не было, не сделали, ни технологических систем, ничего. А продали все стабли оборудования, которые им уже было не нужно. Это NMT-450. А сами они уже перешли на GSL. А то, что теперь надо, вот продали на все все. В теме, первый сотовый телефон в Москве звонил 10 октября 1989 года. До сих пор, до сих пор, до чего пошло, если мы уже, как я говорю, мы практически не оставим. Вот у нас почему-то до сих пор, смотря на себя дороже намного, чем в западных странах. Хотя сейчас, когда уже должно быть разнообразным. То есть, мы тоже выпускаем в сети, отлично выпускаем в эту вещь. Тут много иностранных фирм. Вот, вот, вот. Вот первый, наш Абурат, Абурат, где наш 50 миллионов долларов, так сказать. Ну, вот это такие фирмы, фирмы, фирмы. Вот. Ну, а у нас, вот, в Марионграде, вот, в Марионграде. Вот. Будем строить на нашей территории. Это в Марионграде, до конца, под Тонцентр. Вот. Там, Черкасса, в Украине. Вот. Мы создали два завода. Черкасса и Емпинцы. Еще последнее сообщение, но теперь, что это детство, это украинение, а это батьки, это допустим. Таким образом, сегодня состояние, допустим, в последнее, что я скажу, что мы получили очень много движений, чистые физики, эффект литье, потому что сейчас есть такой, когда идет друг, и он несет какой-то велосипед, а потом другой, где я смотрю, может он, нанесет, другой нанесет, и поэтому я смотрю, что он видит. Если тут больше, то больше, то больше. А если обратно, то больше, то больше. Но при очень сильном отношении, когда температура стремится к нулю, то там коэффициент литья обычный, у вас стремится к нулю, как ГТЭ в энергии первой инфраструктуре. А акустиоэлектронный, если это, ну, увеличение акустического уровня, он стремится к констанции. Поэтому с помощью, так сказать, акустического такого программа можно получить сверхний светильник. Вот, ну, эффект есть, но промышленное обведение для получения сверхний светильник, оно еще не будет. А вот там, в КЭП-4, он умеет и работает. В КЭП-4? Да. Вот это вот мой сотрудник, КЭП-4. Вот, по изменениям, вот совсем не так. Вот. Вот, вот, и, вот, такой вот эффект был нами открыт. Ну, вы знаете, эффект холла. Вот, да? Вот идет ток из каждого направления, магнитное поле, и здесь возникает полусыреключение с того, что электрон, да, слоняясь. Это эффект холла. Но если идет, ну, сейчас я покажу, акустиоэлектронный холла, ну, все равно тоже будет возникать холла, акустиоэлектронный холла. А если образец, абсолютно весь разум? Вот, магнитное поле, и идет гусейская волна. А волосок уже нет, а что? Возникнет? Вот это, в поле, в поле, в поле. Возникнет? Да что? Возникнет, как раз уж и нет. Ну, раз нет, то, что с первого сечения ранее были. На самом деле, раз нет. Почему? Вот, значит, идет холла, она привлекает метод, как раз, как у всех. Вот так вот, ну, все разум, что, то электронный холла больше накапливается вот на вот этом конце. Раз взять лучше, значит, возникает обратная компенсирующая электронный холла, которая не дает дальнейшего улучшения электронного холла. Значит, для него, вот, в каждом сечении, значит, док, вот, взрываем методистской волной, и док вызываем конденсирующую боль, он не старается. Поэтому полного холла нет. Но, то есть, и так как, значит, электроны, которые увлекают сосуды, я сказал, что тут все равно это стараются. Это вот те электроны, которые вянули. То есть, они ниже электроны. А электроны распределяются, скажем, в полу света, если следует, если следует, если следует, если следует. Значит, в компенсирующее поле ходит череп, вот, любой одинаковый. А гусейская волна только холодная. Значит, там существует два продирающихся на встречу друг другу тока. Один из холодных и холодных, а другой из всех. У них разные подвижности. Что можно сказать? Там, в первой серии гусейских форумов на экстреме, на артических и так далее. И поэтому эти токи, они хоть и уничтожаются по величине, но они есть. И на каждом из них есть эффект холодный. Если твои эффекты холодные, не уничтожаются, они не равны. Поэтому возникает вот такое публичное поле. Этот эффект мы называем огурском огнетоэлектрическом. Вот. И для этого эффекта, мы собираем их экспериментарды, и королевых герой получили диктон на открытие. Тогда, при советском свете, вызывали диктон на открытие. Теперь я не знаю. Теперь мы не вызывали диктон на открытие. Тогда выдавали. И у нас претендентом был Арсимонович. 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 Но я в виде исключения, потому что приходит посередине. Вот, ну, вот много таких интересных вещей, но тут я, вроде бы, не так же. Вот где-то перспективное произведение. Во-первых, это вот эти места. Это всего года один месяц. Сейчас мы видим, что мы занимаемся и в нас, и в мире. Дальше, здесь самое, вот, присуток резонанса. Для повышения, тоже системы. GPS и глобассы. Ценсоры для инфигурации газа, жидкости, порошков. Вот, если эта поверхность там капнете какую-то жидкость, то это приведет к дополнительному задуханию. И, так же, там раз добываются свойства, то можно идентифицировать инфигурации. Вот, то есть, например, как мы сделали его, но, вот, отличаясь балемой, вот, от концерта его, как мы с вами. Вот такая точность. Вот, ну, да. Вот, ну, вот. Ну, суть, вот. Ну, суть, вот, суть. Я, много, собственно. Я думаю, что я вот перебрал ваше терпение. Браво. Да. Браво. Соловая, я люблю, больно. Я не могу так, что это замарка. Как? Направление развивается или лучше? Нет. Развивается и... Вот я говорю, скажем, наоборот, усилитель. Видите, консистерный усилитель лучше. Но у него вместо коллектора не может быть большого значения. Если там с одной стороны, то необходимо приезжать, а с другой. А здесь, между выходом и входом, плюсом человек. Вот. Так что там? Где еще один вопрос? У меня, для людей, как хотелось, тоже заниматься. И были, если бы не было таких людей, и, конечно, это не было ничего. Потому что... Нет. Нет. То есть, вот, первый, кто предсказал, что основание ингрессионных волн, это был, кто? Альферт Макшин. Вот. Из его теории, общей теории относительности, следует, что, значит, только вот такие волны могут быть. И это полное изменение свойств пространства. Время. Волна, изменение... Ну, если звуковая волна, это изменение плотности вещества, то тут изменение самого пространства и в мире. Какие? Ну, они имеют очень маленькую ингрессию. Вот. Поэтому у них уже очень давно пытаются подвергнуть. Вот была такая идея выбора, значит, в конце 50-х годов. И... АПЛОДИСМЕНТЫ У нас один из первых дней науки, вот у нас же 8 февраля День науки, да, первый День науки в 2000 году Владимир Владимирович Путин в статусе исполняющего обязанности президента посвящал минию. Вот в этом году мы лекции у вас не делали поскольку были каникулы. А вот где-то 4-5 год празднования этого Дня науки Владислав Иванович у нас в зале ученого совета на этот день он выступал, но я думаю сейчас очень актуально его еще раз попросим. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сам, я говорю, очень сомневается. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и раз. Ну, невозможно такое совпадение за 2 миллиарда лет идти к в этой ситуации. И так как, если уходы угадали. Он из-за того, что он осаждет и лежит. А, катаклизм там, при слиянии этих вот дырков, был очень дружим. Тем более, все эти дыры не в нашей галактике. 2 миллиарда с первых лет. Это они там, где-то в соседних там дырках. Но катаклизм был, как получается, чуть-чуть меньше большого взрыва. Когда, как известно, наша вся вселенная со всеми дырками была в размере одного миллиметра, взорвалась, и все получилось. Все эти мироздания. И не каждый такой же учебный хамарик, у него достижение сквозь, что его геномитет такой же, как и на дырках. Вот. И поэтому все мы считаем, что Бог есть. Это создание мира Бога. Вот. Так, пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста, еще вопрос. И вот, конечно, не очень. И конечно, не очень. И в литературе есть описанное... Вот мои дырки. Вот мои дырки. Вот, мои дырки. Вот, мои дырки. Ну, давайте я вам. Это книжка и донка у нас в библиотеке. С вашей, да, с твоей подпись. У меня, да, на камере есть. И библиотеки. Так, книжка называется... Ну, допустим, коррекционный выбор. Там и вся физика, и расчет, там, конкретных приборов, структурный коррекция. Ну, так и частоты. Ну, частоты до единиц, не количество. Да. Вот. Вот в этом, допустим, коррекционный коррекция. Хорошо. Что? На интегральность, конечно, можно сделать. Но на интегральность, все-таки, на интегральность, Ну, и так просто, что-то будет, да? Это не работает. Ну, что? На интегральность, еще на... Ну, конечно, и... Ну, на самом деле, тут ведь надо смотреть. Тут сплошная программина. Что лучше? Что и надо делать? Хорошо. Я буду достаточных. Да. Да. Кто про медицину в вашем расследовании будет? Нет. Вы это уже раз. Я буду спросить. Да. Вот под названием, так сказать, применение радиоэлектроники. У нас сейчас прибор вот... У меня грант. Черт-котел российского на общую форму. Два года уже идет. Вот сейчас только что вы получили защищение там, Это адресная доставка лекарства, это значит, что мы делаем без жировой болезни такие вот типособы, куда-то можно загнать лекарства. Дальше мы проводим программы и их раскрываем. Очень трудно изначально капель на масках. Потому что если это вот на поверхности, то тут ладно, а из глубины. Мы предложили использовать методы, которые применяются в аппарате, называемом электрошоком. Там что? Там напряжение в миллион вольт, но длительность 20 метров. Если будет импульс подать на человека, то он временно прожил. Это, в основном, для того, чтобы девушка шла и не боялась. А мы используем тоже микрофоль, но импульс натость. При этом человек его не замечает. Обычный клеток, он обычный клеток, он обычный клеток. И на его, и на него. А так как длипособы, которые были связаны с Вандер-Вайсом, они слабились. Поэтому у них это длипособы. Вот это просто. Так что я думаю, что вот это тоже действительно сложно. Это адресы поставки краски. Интересно? Хотя он, конечно, не имеет правого отношения. Он пришел с детства. Он у нас сидит. Сергей Васильевич, Сергей. Он хорошо знакомил, да? Теперь он, чтобы девчонки занимали. Он активно разворачивается. Ну что, аплодисменты Васильевичу. Спасибо. 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 Все хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Беги. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.